Меня зовут Бешков Андрей, я отвечаю в Microsoft Россия за программы по информационной безопасности. Ну не так давно я стал отвечать еще и за страны Восточной Европы и Центральной Европы. Что я делаю? Я показываю клиентам, как разрабатывать безопасное программное обеспечение с помощью Security Development Lifecycle Microsoft. Также я отвечаю за то, чтобы люди применяли патчи как можно раньше, например, делились информацией о уязвимостях в продуктах тех или иных вендоров с нами, устанавливали программное обеспечение своевременно и обновляли его. Ну и опять же я отвечаю за то, чтобы люди были довольны нашим программным обеспечением с точки зрения безопасности. Плюс я отвечаю за поддержку клиентов с точки зрения безопасности, когда у них происходит некоторый инцидент. На MS-цвете у меня два доклада. Первый доклад я рассказываю о том, как обеспечить безопасность приватных облаков, тех самых частных облаков, как это применяется. Ну и опять же практически все, что я буду там рассказывать, это такие вещи, применимые и к обычным центрам обработки данных. Microsoft уже который год об этом рассказывает. Как правильно организовать инфраструктуру, авторизация, аутентификация, менеджмент, обновление систем, принуждение их к соблюдению тех или иных политик, как это все проверять, как это интегрировать, ну и подобные вещи. Второй доклад у меня связан с тем, что я рассказываю, как Microsoft работает с уязвимостями. Ну то есть весь цикл описываю, например, для разработчика от обнаружения уязвимости в каком-то продукте до ее устранения, до выхода патча. Что Microsoft делал, как он изобретал подобные вещи, как это связано с нашей инициативой Trustworth Computing, доверенные вычисления. Почему это интересно, зачем это им нужно и чему они могут научиться, выпуская свои собственные продукты на опыте Microsoft. Как раз таки вот работы с безопасным программным обеспечением. Помимо технологий Microsoft можно почитать о технологиях большинства из наших конкурентов. Я очень часто пишу о Google, о Apple, о Linux, об open source в целом вообще. Ну и я стараюсь фокусироваться на том, что должны эти люди сделать, чтобы быть в безопасности. Потому что в конце концов, скажем так, безопасность это такое групповое упражнение. И, скажем так, ну для примера, если пользователя взломают через браузер, например, Chrome, Firefox или через что-то еще, в конце концов его операционная система будет заражена, он потеряет свои данные, либо что-то еще с ним нехорошее произойдет. Кого он будет в конце концов обвинять, даже если Microsoft здесь ни при чем. Поэтому я стараюсь рекомендовать и рассказывать, как пользователям защитить себя, вне зависимости от того, пользуются ли они нашим браузером, не нашим, какими нашими операционными системами и продуктами они пользуются. Я стараюсь говорить так, чтобы это было полезно для широкого сообщества. Профессиональная, скажем так, безопасность это такой достаточно широкий раздел. Во-первых, вопрос, на чем люди эти специализируются. Но если говорить серьезно, то сейчас очень много, ну как всегда в любой сфере, очень много шумихи про разные там супер угрозы, про разные Advanced Persistent Threat и прочий, скажем так, прочий хайп. Есть одна проблема. Журналисты пишут очень много, не всегда в этом разбираются. Люди это все читают и начинают в ужасе бегать по интернету и рассказывать, что все ужасно. Если же посмотреть на статистику, которую там, например, Microsoft выпускает в своем Security Intelligence Report каждые полгода, на статистику Secure, на статистику других уважаемых вендоров, выясняется, что не все так уж и плохо, и что многие вещи даже улучшаются со временем. Поэтому, наверное, мой совет специалистам по безопасности или тем, кто желает ими стать, стараться всячески проверять данные, которые к ним поступают, перед тем, как что-то публично высказывать. Ну, во-первых, использовать новейшие операционные системы. У нас есть статистика для примера о том, что Windows 7 заражается всякими вирусами и прочими разными зловредами практически в 5 раз меньше, чем Windows XP. Почему? Потому что механизмов защитных внутри операционной системы гораздо больше. Это DEPO, SLR, это UAC, тот самый, который любят отключать многие. Плюс, опять же, обновляться своевременно. Сейчас то, что мы видим с точки зрения атак, самых распространенных, это атаки на уязвимости в других приложениях. Ну, например, та же Java, продукты Adobe, самые широко распространенные плагины. Посему понятно, что обновлять надо не только саму операционную систему, но и все, что у вас установлено. Обновлять своевременно, обновлять достаточно быстро. По нашей статистике, если вы нашли некую уязвимость в вашем продукте, то примерно через 30 дней для нее появится эксплойт, который будет ее эксплуатировать. Понятно, что нужно читать бюллетени Microsoft и прочих производителей и успевать устанавливать заплатки. Потому что если этого не делать, ну, в общем, ваша судьба будет не очень весела. Продолжение следует...